Дима, ну пока я пользуюсь такой возможностью, вы все-таки участник группы Адовый мужик, но близко мы с вами как бы никогда не общались, только на сцене и как бы на репетиционной базе, я вот хочу задать вам один вопрос, что вот по-вашему круче, западный металл или русский панк? Вот это сложный вопрос, тут знаешь и то, и то есть свои плюсы и минусы, в основном только плюсы. Не, ну вот какую-то группу из российского панка можешь выделить? Русского? Да. Сложный вопрос. Ну говори не думая, что первое на ум приходит? Русский панк? Киш, конечно. Киш, Пурьен. Пурьен вообще отцы. Понятно. А вот что для тебя, вот если у тебя будет какой-то собеседник, вот он будет интереснее для тебя, вот или нищий рок-герой, или какая-то богатая там типа металл-звезда? Конечно, нищий рок-герой. С ним потому что можно бухануть? Потому что он ближе к людям. Ага. Хоть и рок-звезды, не, ну знаешь, и рок-звезды тоже бывают не зазвездившиеся. Не напомнил. Тоже можно найти общий язык. А вот смотри. Слава Ботсман, сценический персонаж, Рум на Румду, участник шоу «Адовый мужик». Слава. Да. Посмотрите, вы можете подтвердить, что рэперы это новые звезды? Рэперы, новые звезды. Да. Ну блин, смотри какие рэперы. Вот сегодняшний рэпер, это не рэперы совсем. Вот, ну как-нибудь, знаешь, эминем какой-нибудь. Или ты про русский спрашиваешь? Я вообще целиком спрашиваю. А, ну целиком. Ну я эти говорю, вот какой-нибудь эминем. Тупак. Да, Тупак. Битвэлф. Айсти. Да, да, да. Но эти вот рэперы. А это вот что сейчас, вот это вот, это не рэп. Ну а как вот Моргенштерн сейчас на волне? Что это такое? Да ну нахуе. О чем ты говоришь? Ну а смотри, а каким вот должен быть современный, ну, панк-рокер среднего возраста? Панк-рокер среднего возраста. Как вокалист группы Грачкорф. Грачкорф, да. Пьяный и раскумаренный, как бы. Ну а вот по-твоему, Слава, у русского панка есть будущее? Если будут вот такие, типа Моргенштейна, то нет, блядь. А ты все-таки Моргенштейна классифицируешь как панк какой-то? Нет, я просто как исполнитель говорю. Ну я понял тебя. Ну а вот что значит для тебя анархия? Анархия? Ну что значит анархия? Анархия мать порядка, я умру за анархию. Да ну, ну это, ну, блядь, как тебе сказать, анархия это как бы бардак, блядь. Ну да. Ну бардак. Ну бардак не всегда нужен, блядь. Короче, у тебя идет отсыл графу Кропоткину, типа почитайте книгу анархизма и там вы разберетесь, да? Я понял. И последний, заключительный вопрос для вас. Может ли существовать рог без наркотиков и алкоголя? Нет, наркотики я вообще никому не рекомендую употреблять. Потому что это, ну, совсем, да и алкашка тоже был. Но, блин, без этого никуда, потому что угар, веселье, блин, все это начинается с этим. Адреналина не хватит без алкоголя и наркотиков, я понял. Да, типа этого. Хорошо, ладно, я вас покидаю. Мне понравилось. Ну, ты так, самый близкий мой сподвижник по команде, тебе и вопросы посложнее будут, блин. Ну, давай. Ну, давай. Валяй. Постёбивай. Постёбивай. Ну, посмотри. Вот, допустим, Костя Ступин после своей смерти ушёл, допустим, в Альхало. А вот куда ушёл Вита Рэмбоза? В рай. В рай пошёл? В рай. В рай пошёл? Ну уж точно не в ад. Хотя адовый мужик. Да Мухин не обидел. Почему ему нужно в ад ходить? Во что он верил? Туда он и ушёл. Поэтому вот такой вопрос. А вот вокалист группы Грачкор говорит, что он кошечек резал скальпелями. Ну, тогда ему нет прощения. А Оззи Осборн кошек стрелял на скотобой не работал. И мышам летучим головой откусал. Ну, и это тоже, и голубям тоже. А вот скажи, пожалуйста, вот кем был Вита Рэмбоза для орловской рок-сцены? Ну, таким символом андеграунда. Андеграунднее даже, чем Константин Ступин. Потому что Ступин всё-таки его больше знают. А это прям чистейший андеграунд, андеграундовый андеграунд. И харизматичный малый был на самом деле. Ему не надо было вообще ничего делать на сцене. Ему не надо было, ну, мягко говоря, изъебываться. Он был, каким был, и это выстреливало. Понятно. А вот, слушай, как бы ты поднёсся к идее выпустить линию фирменных алкогольных напитков, составленных из знаменитых коктейлей Вита Рэмбоза? Ну, это же лицензия. Ну, хотя бы просто рецепты выложить там в группе или там на сайте. Ну, а линию запустить мы не сможем. Типа там это... Слушай, оно тебе надо вот этой херней заниматься. Витапепс там. Кровавый боярин. Ну да, и на концертах продавать. Зон Хикса. Вот как самый классный мерч. Вижу, там пиво выпускают же, правильно? Пиво, шампанское, вискорибля. Это всё нормально, пользуется спросом. Ладно. Короче, стёбовые вопросы к тебе закончились. А вот на эти вопросы ты ответишь по... Как думаешь? Ну смотри. Какой, по твоему мнению, должен быть сегодня стиль песен, отражающий действительность и реалии страны, или песни, которые не нагрузят мозг? Там юмор, фантастика. А это всё зависит от автора. Он должен не париться. Если у него есть что в душе, он будет петь о том, о чём он... Он просто не может будет петь там, о чём он... Вот надо что-то такое лайтовое, блин. Надо, чтобы не заморачивались. Да не выжмешь ты, если постоянно у тебя башка чем-то нагружена. Вот. Если наоборот, если наоборот, да пожалуйста. Можно петь водка, дринкин, нехтар, байтон, и всё будет отлично. Это хороший хит, кстати. А можно петь и про то, и про другое. Слушай, а вот смотри. Но злоба дня она всё равно должна быть. Вот, как по мне. Ну это понятно, куда же без злобы дня-то. Ну и заключительный к тебе вопрос. Вот, например, если завтра Киркоров покрасит волосы, сделает таракетс и выпустит мощный панк-альбом, Ты пойдешь на его концерт? На концерт вряд ли, но послушать послушаю. Ну на самом деле у него же такие мощности, что он может зажечь там, и пиздец как, блин. Он так это живет, что... Ну кто, Николаев же там выпустил какую-то хэви-метал. Наверняка найдутся те музыканты, которые за хрустящие согласятся ему подыграть. Ты представляешь, Киркоров нью-метал такой. Блс «А-естал!» Нет, ну если с ним поработать. «Ой, мама, щикадам-щикадам!» Ну да, король римейков будет вот, expl 28 00 И будет, и будет нормально. Но такого не будет на самом деле. Что если бы, что если бы на самом деле. Это на самом деле мечта. То это было бы прикольно. Так это сразу прорыв в стране бы стал. Все бы заиграли. Все бы стали слушать правильную музыку. Но надо посмотреть, смотря как это будет сделано на самом деле. Так, Владислав, с вами все. Пойдемте к нашему белорусскому другу. Он у нас сегодня с хайером. С вашей легкой подачей. Сережа, тебе козырный вопрос. Кого ты мог бы из этих поэтов назвать настоящим панком? Есенина или Маяковского? Наверное, скорее Маяковского. Почему? Ну, Маяковский он такой футурист. У него слов такой по строению. А кто из них пил больше? Есенин или Маяковский? Я с ними не пил. Я поэтому сказать не могу, кто из них больше пил. Как бы. По-моему, они оба так хорошо насладочиваются. Ну, скажите, Серега, по вашему мнению, какой стиль музыки сегодня актуален? Рок или поп-музыка? Блин, я этот телевизор не смотрю, радио не слушаю. Мне сложно сказать, но сейчас нет такой поп-музыки как таковой. Сейчас каждый слушает, что кому вздумается. Поэтому мир разбит на такие, на субкультуры, мне так кажется. Ага, в каждой субкультуре есть свой герой? Да-да-да, что-то вроде того. Ну а то почему Бог забирает лучших, молодых, талантливых на взлете славы? Боже, нет. Ну, вопрос такой спорный. Да потому что молодые, талантливые, они спиваются, встарчиваются и очень быстро. Нельзя слишком молодым популярность выбирать. То есть человек стремится, стремится, потом хапнул все и не знает, что с этим делать. Хапнул все, и не знает, что дальше делать. Мне что-то так. Так, ну и это самое традиционный вопрос вам. Может ли существовать рок-н-ролл без наркотиков и алкоголя? Он может существовать, только нахер надо. Как-то так, наверное. В микродозинге. Ну а вот почему сейчас в России так моден рэп? Рэп? Страна деградирует. Это деградация или это просто молодое поколение такое? Да нет, ну просто как бы электронная музыка это то, что попроще, мне кажется. То, что можно делать в одиночку, поэтому это быстрее как-то легче оформить. То есть рок-н-ролл только теперь для богатых? По сути, да. А рэп можно, короче, просто взять вот диктофон и начать читать его? Начать читать. Не, ну программку, не обязательно. Кто-то делает, может, качественный рэп, но это надо. Но это можно дома у себя в комнате организовать, там, компьютер, там, что-то выставил и все. А группу, это надо собрать людей, чтобы был энтузиазм, там, чтобы они все репетировали. Это вообще очень сложно. Ммм. Ммм. Продолжение следует...